Настреле с буржуазной роскошью статьи Вопросительный знак Настреле с буржуазной роскошью О первом фирменном поезде двух столиц спецпроекта ЛГЭ Станционный смотритель Путешествие во времени Замостьянов-Арсений Машинист Илья Вадылев поведет красную стрелу в очередной рейс 1939 год Фото Анатолий Гаранин и Тарта Стеги Арсений Замостьянов Красная стрела Радищевский маршрут из Петербурга в Москву и обратно стал для России осью, на которой держится история страны Это появилось и в железнодорожную эпоху Перед Белокаменной преклонялись как перед святыней русской старины, как перед первопрестольной столицей Петербург был жестче, суетливее Его проспекты, казалось, прямиком вели в суматошную Европу В 1918 году наши столицы поменялись местами Петроград стал старопрестольным, обрел ореол культурной столицы, а Москва приобрела вес политического и делового центра Железнодорожная связь между двумя столицами не прерывалась Поезда курсировали ежедневно, в том числе в самое беспокойное время Но настоящим символом железнодорожной надежности, романтики и комфорта стал главный поезд «Все страны» Красная стрела В свое первое путешествие по маршруту Москва-Ленинград и обратно он вышел летом далекого 1931 года Рейс прошел не без внештатных ситуаций На станции Завидова у одного из спальных вагонов загорелся подшипнег Вагон пришлось отцепить Конечно, на это потребовалось время Но пассажиры даже не заметили заминки Машинист Василий Иванов мастерски наверстал потери И поезд прибыл на московский Ленинградский вокзал с аптекарской точностью Недаром локомотивные бригады несколько месяцев соревновались за право вести первый в Советском Союзе фирменный поезд Это было переломное время Чтобы прочувствовать его необходимо вспомнить бравурные мелодии Исаака Дунаевского Добавит к ним коммунальную сатиру Михаила Зощенко и размашистую, но грозную архитектуру Бориса и Афана Культа комфорта у нас в те годы не существовало Стремление к лоску считалось постыдным мещанским пережитком Все отдавалось в жертву решению стратегических проблем, стоявших перед государством Индустриализация, коллективизация, культурная революция И вдруг поезд, переполненный буржуазной роскошью, начиная с хрустальных графинов и крахмальных скатертей К тому же в Красной Стреле впервые в СССР появились купи СВ спальные вагоны, то есть люксовые купи на двоих Было решено на новом уровне возродить дореволюционную традицию поездов первого класса Традицию, которая после 1917 года была признана устаревшей и вредной До этого в советских поездах проводники предоставляли пассажирам только кипяток, в лучшем случае чай На станциях можно было купить съесть новосрок или в продовольственных лавках Это порождало суетливую толкотню А в Красной Стреле работали буфеты, плотный ужин можно было заказать прямо в купе Сервис по тем временам фантастический Новый поезд как будто подтверждал правоту слов вождя, ставших в те годы расхожим лозунгом Жить стало лучше, жить стало веселее Несмотря на броское и в то же время идеологически выверенное название Вагоны были традиционного синего цвета Красная Стрела стала по-настоящему красной только в 1951 году, когда отмечалось столетие железной дороги, связавшей две столицы России Эту идею несколько лет пробивал руководитель поездной бригады Александр Иванович Иванов С тех пор легендарный состав приобрел узнаваемый облик Узнаваемый издалека В 1944 году, после окончательного снятия блокады Ленинграда, Красная Стрела возродилась без проволочек Ее ждали Первый послеблокадный рейс из освобожденной с северной столицы в Москву состоялся 20 марта Пассажиров сопровождали зенитчики и пограничники Дорога пребывала в плачевном состоянии, поэтому путь занял более 16 часов Но по фронтовым меркам пассажирского движения это космическая скорость Стрела задавала тон на советской железной дороге У нее учились, у нее перенимали новшества Как-никак первый, но далеко не последний, фирменный поезд Даже шахматы, шашки и домино впервые появились у проводников именно в Красной Стреле Не говоря уж о поварских изысках вплоть до сортов чая На больших остановках в Бологом, Окуловке и Малой Вишере прямо из поезда можно было позвонить по телефону В том числе по необходимости в Кремль По тем временам важнейшее дело О мобильной связи наши прадеды еще и не помышляли А на Стреле частенько да почти ежедневно перемещались в пространстве официальные лица с весомыми портфелями Как-то в Красной Стреле по срочному вызову из Кремля следовал в Москву молодой председатель исполкома Ленсовета Алексей Косыгин В том же купе по своим киношным делам ехал в столицу артист Ленинградского Пушкинского театра Николай Черкасов Вышло так, что Черкасов успел купить вечернюю газету и знал, что Косыгин назначен наркомом текстильной промышленности А сам Алексей Николаевич не имел представления, зачем его вызывают в Москву Когда за чаем Черкасов поздравил Косыгина, тот ему не поверил Актер, игравший великих ученых и полководцев, славился розыгрышами Как назло, Черкасов не захватил с собой газету, его рассуждения выглядели голословно И Косыгин успокоился только на вокзале, когда купил правду и убедился, что актер не шутил И таких вошедших в историю встреч в стрелецких вагонах было не счесть В предвоенные годы Красная Стрела добиралась из северной столицы в Белокаменную за 9 часов 50 минут И без опозданий, с точностью командирских часов В 1960-е Стрела затрачивала на свой неизменный маршрут 8 часов 30 минут Правда, для этого пришлось пожертвовать остановками в Малой Вишере, Окуловке и Калинене, Твери В наше время путешествие в Красной Стреле занимает 8 часов Пришло время гораздо более скоростных поездов, о них мы еще поведем речь Но дело не только в скорости Красная Стрела по-прежнему в строю Нельзя отказываться от истории, а тем более от проверенной классики Лауреат Всемирной Выставки Самый знаменитый паровоз Красной Стрелы это, конечно, Иис, Иосиф Сталин Плакатный, образцово-показательный советский локомотив, чудо техники и скорости Он и выглядел как пришелец из будущего иллюстратора фантастических романов Предавали схожие обтекаемые формы космическим аппаратам, о которых в те годы можно было только мечтать Об этом паровозе знал каждый советский мальчишка, как и о лучших наших автомобилях и самолетах Это была марка с большой буквы Машина ИС, единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления Я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне столь прекрасная Как в детстве при первом чтении стихов Пушкина Не скрывал восхищение Андрей Платонов, писатель, начинавший трудовую биографию на железной дороге Легендарный паровоз можно увидеть в десятках фильмов, на почтовых марках и живописных полотнах И на тогдашнем нагрудном знаке почетному железнодорожнику Он завоевал и международное признание, советский локомотив получил гран-при на Всемирной Парижской выставке 1937 года На той самой, где возвышалась мухинская статуя рабочего и колхозницы Это была отечественная разработка, проект самого мощного в Европе пассажирского паровоза Создавали конструкторы Константин Сушкин и Лев Лебедянский А строили его на Коломенском заводе при участии других советских предприятий Паровоз отправился в свой первый путь в 1932 году Правда, знаменитый обтекаемый кожух с надписью «Иосиф Сталин на носу» появился только в 1937-м, после долгих испытаний Он позволил значительно снизить сопротивление воздуха И модернизированный локомотив смог разогнаться до скорости 155 км в час Этот космический паровоз мы видим и на плакате, посвященном «Красной стреле» Субтитры создавал DimaTorzok